Алло, Роман, добрый день. Добрый. Что там у вас случилось на выборах? Ну, у нас в пансионате ветеранов заставляли, вернее, голосовать за определенного кандидата. Вот если вы хотите, я вам могу нашего кандидата дать, он расскажет поподробнее. А где этот пансионат ветеранов? В Белоярске, в Абакане, в городсовет. Понятно, давайте. Сейчас я позову, сейчас я позову секундочку. Алло? Да, да, здравствуйте. Это информационный агент Сахакасия, Лариса Мазунина. Что у вас там случилось? А кто вы? Вы знаете, я кандидат в депутаты Князев Евгений Геннадьевич. Коротской горсовет, да? Да, 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 по девятому избирательному. Вы от КПРФ? От КПРФ, да. Дело в том, что, видите, я весь день там нахожусь на 59-м избирательном участке КПРФ. Это пансионат ветеранов на улице Белоярске? Да, это пансионат, да, да. Это ужасно, что там творится. Задействован в полной мере административный ресурс. Все работники, которые на каталках катают, значит, больных туда, они прямо им указывают, за кого надо голосовать. Значит, два факта было установлено реально, просто лично мной, когда это было. Подходит один больной, значит, к работнику, ну, с членом избирательной комиссии, говорит, за кого голосовать. Она ему говорит, за первого. Ну, первый стоит Асакалов, понятно. И потом, потом люди, которые ходили, наблюдатели, у меня двое человек, ходили шесть раз по ближайшим больным. Когда заходят, больные, значит, сразу говорят, нам сказали голосовать за первого, давайте. И ставят галочку. Значит, кто не знает, за кого голосовать, член избирательной комиссии передает, значит, ему листок, ручку и пальцем показывает на первую клетку. Ну, а наблюдатели куда смотрят? А так они возмущаются, после этого, естественно, прекращается это. Ну, сами факты-то это были. Угу. Они же имели место быть. Значит, естественно, что после, мной уже движало, было подано по данному факту. Значит, когда я привожу конкретные факты, они перестают это делать, но придумывают новое. Значит, у них там есть эти санитарки, которые бегают по лежачим этим всем, по корпусу. Они забегают вперед, перед комиссией забегают туда, закрывают двери, после этого выходят оттуда и говорят, значит, все нормально. Значит, и тут же идут в другие. То есть, вперед забегают комиссии. Естественно, это не подтверждено, что они там делают, но после этого сразу больные говорят, нам говорили голосовать за первого. Угу. Мы исполнили ваше желание, набрали голосов за доктора. Вот понимаете, они даже, видимо, в силу своей старости уже не соображают, кто перед ними находится и думают, что там все ихние вот эти работники. Угу. Ясно. А вы подали жалобу в территориальную избирательную комиссию? Я уже в УИК подал две жалобы. Ни одна из них до сих пор еще не рассмотрена. Одна была подана в 11.30, другая подана вот буквально в 18 часов. Угу. Задействован административный ресурс в полном объеме. Угу. Понятно. Проголосовало 300 человек лежачих. Естественно, в большинстве случаев все проголосовали, по сути, за Асакалова. Угу. Угу. За доктора, за первого, как они их там называют. Угу. Многие больные трясутся от страха там, подписывают и тут же начинают плакать. На вопрос, почему они плачут, члены избирательной комиссии объясняют это тем, что они долго ждали выборов и сейчас у них эмоциональный такой вот спад наступил. Угу. Ну, то есть кошмар там творится. Ясно. Хорошо. Ну, вот у меня есть и конкретные факты, прямо и комнаты какие, кто в комнатах, кто что говорил, какие факты, все вот записаны просто и перевод, реально просто есть вот натуральная фактура. Угу. Все члены избирательной комиссии являются работниками этого пансионата. Все исключительно. Угу. Понятно, что от кого это, что идет. Команда поступила, вот они все и работают на этого. Угу. На первого. Да, да. Ну, хорошо, спасибо. Вы не против же, если мы в вашу аудиозапись поставим? Нет, не против. Угу.